Знаете, на что, на мой взгляд, более всего похожи качественные детективы? На картину перевертыш. В роликах, которые кочуют по интернету, это выглядит примерно вот так. Некий художник набрасывает рандомные мазки. Мы следим за тем, как эти мазки появляются на холсте, но совершенно ни во что они не складываются. Мы следим и ждем, а он все рисует, а мы ждем. А потом бац, когда работа закончена и картина перевернута, мы понимаем, да, что-то все-таки здесь было. И мазки эти все были не зря. И с хорошими детективами точно так же. Мы следим за тем, как автор набрасывает, 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 казалось бы, совершенно рандомные мазки, и мы не понимаем, к чему они все, и что в итоге получится. Однако хороший автор детективов в самом конце все-таки сводит точки воедино, и все эти рандомные наброски в конечном счете оказываются грамотным, убедительным трудом. Примерно так случилось с книгой «Снеговик» от ЮНЕСБЁ. Всем здорова, друзья! Меня зовут Михаил Халецкий, и как вы уже поняли, сегодня мы будем говорить о книге «Снеговик» за авторством ЮНЕСБЁ. Сюжет примерно такой. 2004 год, и Осло, столицу Норвегии, потрясает серия исчезновений и убийств. Исчезают или оказываются убитыми не просто рандомные совершенно люди, но это всегда дамы, это всегда замужние дамы, и они обязательно имеют детей. Также рядом с местами исчезновений или убийств следователи обнаруживают снеговиков. Становится понятно, что это все работа некоего серийного убийцы, маньяка. И чтобы поймать этого человека, за свои обязанности принимается герой всех остальных произведений уважаемого ЮНЕСБЁ. Герой по имени Харри Холли. Харри Холли – старший инспектор отдела по расследованию убийств полицейского управления Осло. Харри под два метра ростом, у него короткостриженные светлые волосы, и вообще он весь из себя такой атлет. Но не это главное. Самое важное, что Харри объемный, убедительный и цепляющий ваше внимание герой. Как и всякие цепляющие и заставляющие им сопереживать персонажи детективов, ну, арных там, например, Харри, он очень своенравный, начальство ему не указ. Но я не собираюсь играть втихую. Я буду играть по своим правилам. Местами он проявляет чуткую составляющую своей души. Он может чуть ли не расплакаться, если увидит и попадет, скорее, да, в некую ситуацию, которая напомнит ему о грустном моменте из детства. Но другими местами он очень суров и мужланист. Все началось сначала, и у меня выбора не осталось. Я готов к войне. К тому же, как это часто бывает у персонажей подобных произведений, у него есть проблемы с алкоголем. Да, кто-то скажет, что они выведены слишком вот так вот прям в лоб, но, по-моему, у Енэсбё получилось довольно все неплохо в этом отношении. Что будешь, Марф? Как обычно, Шелли, и побыстрее. Дополнительные убедительности этому главному герою придают варианты и пути его взаимодействия с остальными персонажами книги. Это могут быть как люди, которые подозреваются в совершении преступлений, это могут быть люди, с которыми он работал раньше, и это могут быть его нынешние коллеги. Именно вот с этими, с третьими людьми, с третьим типом, ему и предстоит раскрыть загадку Снеговика. Понять, что же все-таки это за человек и как его поймать. Огромный кусок головоломки сходу встал на место. Я слишком глуп, чтобы увидеть всю картину. Ну ладно, Дефирамбы главному персонажу я уже пропел, теперь повосхищаюсь немного подачей. Во-первых, это многообразие локаций, которые выведены в меру лаконичным языком, но при этом это и фермерские всякие угодья, это и последние этажи высоток, это, разумеется, само полицейское управление, и всякий раз, когда такие вот локации упоминаются, это все выглядит безумно уместно. В придачу к этому немногочисленные, но опять-таки уместные и подходящие к делу, и грамотно, что самое главное, описанные экшн-сцены. Здесь ЮНЕС БЁО большой молодец. Ну да ладно, что там эти локации, да экшн-сцены, куда круче и куда необычней воспринимается общая кинематографичность подачи. Понимаете, да, окей, пускай клиффхенгеры в конце главы, это стандартный прием, это много кто использует, это не только у нас, да, в отдельных эпизодах сериалов некоторых или в финальных эпизодах определенных сезонов сериалов это можно встретить, но ведь в придачу к этому ЮНЕС БЁО, например, может повести вас по ложному пути в рамках даже одного абзаца, и вы ожидаете одного исхода, а потом бац, и получается совсем другой. Или же вы дочитываете там под главу до конца, она заканчивается на определенной реплике, вы ожидаете какого-то продолжения, и оно оказывается связанным с предыдущим, да, вот с концом под главы, но при этом как-то по-особому. Может быть, несколько путанно объяснил, но, друзья, зацените сами, я думаю, вы поймете, о чем речь. Еще относительно этой книги трудно не отметить связь с другими частями из саги о Харри Холле. Понимаете, лично я в книге «Снеговик» не ощутил некоего дискомфорта, когда вбрасывались периодически флэшбеки о том, что происходило с коллегами нашего главного героя, что с ним самим, что у него там, да, в жизни творилось год, два или три, соответственно, там, книгу-другую назад. Однако я почувствовал, что наибольшее удовольствие от этой саги можно получить, если приняться, да, за ее начало и вот дойти до самого конца. Но перед тем, как подвести итог этого ролика, позвольте сказать пару слов о грядущей экранизации «Снеговика». Да-да, друзья, в этом 2017 году, в октябре, выходит киноадаптация. Главные роли исполнили Майкл Фазбендер, ну, разумеется, сам Харри Холле, и Ребекка Фергюсон, которая, вот, на мой взгляд, самый что ни на есть идеальный каст для Катрины Брат. От себя же отмечу, что теперь это одна из самых ожидаемых для меня киноадаптаций 2017 года. Самое время подвести итог. Если вы находитесь в поисках хорошего, цепляющего и увлекательного детектива, который смог бы помочь вам скоротать вечерок другой или третий, все-таки 500 страниц на своем месте, друзья, смело обратите внимание на роман «Снеговик» от Ю Несбё. Здесь не только харизматичный главный герой, которому благодаря хорошей работе автора ты сопереживаешь, здесь постоянное состояние напряжения, которое только усиливается по мере погружения в текст. И к тому же здесь ряд довольно оригинальных, ну, на мой такой взгляд, приемчиков писательских, которые помогают ощутить от чтения те эмоции, которые обычно мы с вами можем заполучить лишь от просмотра хорошего сериала или хорошего триллера. Словом, если вас не пугают, норвежские имена вроде «Херсти Рёцмуэн» и топонимы вроде «Хёукелянская больница» смело читать. Ну вот и всё, друзья. Большое спасибо за просмотр. Лично у меня теперь один такой главный, основной вопрос. Когда же, наконец, выкроить себе время на то, чтобы ознакомиться с самым свежим произведением о похождениях Харри Холли с книгой «Жажда». Ну а вас, друзья, я прошу в комментариях поделиться. Успели ли вы уже почитать того же самого «Снеговика», может быть, «Жажду» успели осилить? Ну и просто, что вы думаете о творчестве норвежца по имени Юнес Бео? На этом всё. Большое спасибо за просмотр. Получайте знания и делитесь ими. Всем пока!